Приветствую вас. Вы знаете, вот честно говоря, когда я прочитал ваш вопрос, тогда появилось некоторое затруднение, то есть я почувствовал некоторые затруднения в том, чтобы ответить вам. Довольно интересно и забавно, почему я почувствовал затруднение, почему я его ощутил. Я думаю, что ответное благотворение заключается в том, что вы несколько не определены в том, что вам хочется. То есть, да, с одной стороны, вроде бы вы и говорите о том, что вам, ну, в чем вы нуждаете, с одной стороны. Но, с другой стороны, есть ощущение, что вы не уверены в себе. Есть ощущение, что вы сомневаетесь в себе. Есть ощущение, что вы, там, боитесь, может быть, даже вы чего-то боитесь. И мне кажется, мне кажется, что в этом направлении вам желательно двигаться в направлении понимания, в первую очередь, себя и своих страхов. Вот. И того, что вы сейчас, может быть, готовы и хотите дать своему отцу. Если хотите, конечно. То есть, я имею в виду то, чего вы для него хотите. Для него. Нет, для себя. Для него. Это такая, на мой взгляд, достаточно важная история. Достаточно важный, на мой взгляд, этот момент. И вот, собственно, на него я и хотел бы обратить. Обратить ваше самое пристальное внимание. Потому что, мне кажется, что, вот как раз, то, для чего вы хотите общаться с отцом, да, то, для чего вы хотите сейчас наладить общение с ним, это очень важно. Так же важно и то, что у них с мамой произошло конфликт, а общаться пристали вы. Мне кажется, мне кажется, что тут, как минимум, есть некое нарушение личных границ ваших. То есть, почему, если люди ссорились, вот они подсорились, а общаться пристали вы. Так, мне кажется, это в какой-то степени странно. Это в высшей степени странно. Странно. Ну, сейчас, что есть, что есть, и необходимо не допустить такого больше, на мой взгляд. У вас, на мой взгляд, есть основания для того, чтобы допустить такое ещё по отношению к себе. Вот, и папа ваш, скорее всего, это знает, что вы можете допустить ещё раз. Поэтому он, возможно, не захочет с вами общаться до тех пор, пока не убедится в том, что то, что было, да, не повторится больше. Пока мне кажется, что он не может быть уверен в том, что это не повторится. Я чувствую, ну, лично я чувствую, вот даже через, ну, через текст, скажем так. И могу сказать, что это очень хорошо. Да, да. Вот, примерно. Так. Если вы хотите с вашим отцом быть в максимально хороших отношениях, то имеет смысл быть искренним и искренним, например. Вот. И сказать всё как есть. Спасибо. У меня это Arbeit производается. Это мой взгляд, действительно так, что они еще не получают. такую-то, такую-то ошибку совершила, например. Сама того, допустим, сама того не желаю, да, например. Вот. В принципе это то, что вы можете сделать, это то, что вполне для нас реально. Мне оказывается, что ваш папа вполне способен почувствовать в какую-то вот службу, если она присутствует в садах, как бы. Вот. Вот. Поэтому я не думаю, не думаю, что нужно стараться как-то из этой ситуации выйти. Ну, максимально, да, вот. Не думаю. Ну и, так далее, поработать над собой, да, и надуверенность к себе. А тем, по каким причинам вы следовали, так, может быть, долго за своей мамой. Это тоже очень важно понимать этот момент. Вот. Прямо что-то не просто так. И у меня есть такое ощущение, да, что вы хотели бы, хотели бы опереться на кого-то. И раньше это была мама, но мама вас перестала устраивать, теперь вы хотите опереться на операцию. наше важно. Вот. Я могу быть не прав, я могу ошибаться. Вот. Я был бы рад, если бы я, ну, если, если бы я ошибался, я был бы рад уже. А, ну, это то, что мне видят. Только то, как я вижу эту ситуацию. Вот. А, на этом всё. Я надеюсь, что помог вам. А, я желаю вам всего самого доброго и удачи.